Доброе утро, уважаемые союзники! В студии Тимофей Обухов на Первом Православном начинается 15 минут хорошего настроения в прямом эфире. Сегодня в создании позитивных ноток утреннего пробуждения мне помогут сразу несколько по-настоящему талантливых людей. Дорогие друзья, песня, которая прозвучит сейчас в эфире, уверен, в сердцах многих наших зрителей вызовет ностальгические настроения, навеянные воспоминаниями о времени, когда стакан газировки стоил одну копейку, а с сиропом три, когда в магазин ходили с такими вот сетками-авоськами, куда помещались бутылка молока, хлеб, пара банок консервов и еще какие-то бумажные свертки. Когда по лужам пускали кораблики, сделанные из щепок, а детские голоса во дворах стихали только к ночи. Ты помнишь, брат, как это было, стояла во дворе кобыла, ты помнишь, брат, как это было, стояла во дворе кобыла, Бутилька, принимаем! Был пух на тополях с ерошем, портфель подальше в шкаф заброшен, И пяло лето, выезжая на пыльный камень из сарая, К нему запрыгнув на багажник, мы по делам спешили важным, Нас с нетерпением ожидала игра забористая в сало, Секретный спуск в подвал со свечкой, Полет на тросе через речку, Костер с печеной картошкой, Где можно покурить немножко, Ждал квас по три копейки кружка, И не китайские игрушки, Огни аттракционов ярких, В чехословацком лунопарке Шашлычных палок алюминий И слезы на индийском фильме Так искренне теперь они плачут Ах, Джимми, Джимми, Ача, Ача В воротах Спартака Досаев, А у Кайрата Сигизбаев Он классный тренер с крепкой хваткой И значит будет все в порядке, Но как бы матч ни завершился, Никто ни на кого не злился, Не дрались и витрин не били, А шли вместе пиво пили. Ждала веселая скамейка, Где в ГДРовских наклейках Гитары пели вечерами, Так что девчонки замирали И, Боже мой, как нас пьянило Молодые. Хотел бы я туда вернуться И в ту же реку окунуться. Не знаю, брат, а вдруг все это Лишь выдуманная планета? Вдруг мир был просто разукрашен В рудом, чье имя детство наше Свет льющийся из глаз детей И черта сделает светлей Об интернете не слыхали По три недели писем ждали Был телефон к шнуру привязан Тяжелый телеколупоглазый Раз в день показывал мультфильмы Заумные снимали фильмы Книг было мало, скуки много Гоняли в школе слишком строго Троллейбуса подолгу ждали Хотя повсюду успевали Эстрада с грустью волоокой Нам пела о любви высокой Неприприимчивые люди Наивно грязели о чуде Всю жизнь в облаках витает О деньгах думать забывали Ты помнишь, брат, как это было? Ты помнишь, брат, как это было? Ты помнишь, брат, ты помнишь, брат Ты помнишь, брат, ты помнишь, ты помнишь Это был Ильяс Аутов и песня про советское детство. Уверен, благодаря именно таким людям, творческим, с активной гражданской позиции, сохраняются добрые традиции и не просто передаются знания, но формируются у подрастающего поколения мировоззрения и личные качества. Матушка Дарья Моисеева не так давно стала героиней программы «Вторая половина». Небольшой фрагмент этого выпуска представит вам и саму матушку, и работы ее воспитанников, также учащихся в студии подросткового рисунка «Духовая роща». Сама человек творческий, Дарья и детей старалась погрузить в пространство творчества. Когда это удавалось, на детских рисунках не просто, к примеру, оживала история императорской семьи. Дети проникались с судьбой великой княгини, начинали любить ее. И это, видимо, какой-то печать, какой-то фундамент дает им в жизни, даже если они не заходят в храм. И, соответственно, это накладывает печать на все их поступки, на все их выборы. И я думаю, что в трудный момент они, конечно, Господа вспомнят. Вот это была матушка Дарья Моисеева, программа, посвященная ей, а также другим подвижницам нашего времени, матушкам, женам священников, вы можете посмотреть на нашем сайте tv-fiz.ru. И напомню название, вторая половина, автор Елена Саенко. Прямо сейчас нас ждет премьера клипа, который совсем недавно был создан в студии подросткового рисунка «Духово роща». Картины «Ребят» вместе с музыкой и словами Юрия Висбора расскажут «Какие слова у дождя». Какие слова у дождя никаких, Он тихо на старую землю ложится. И вот на земле уж ничто не пылится, Ничто не палит и не давит голни. Какие слова у меня тишина, Немая луна всю пустыню заполнит. И так сторожит эту белую полночь, Что только тобой эта полночь полна. Какие слова у тебя красота, Ты белое платье по миру проносишь, И запахи ливней в ладонях приносишь, И льет на пустыне моей доброта. Какие слова у дорог торжество, Мы мчимся по ливням, любовь постигая, И редкие звезды сквозь тучи мигают, И капли дрожат на стекле ветровом. Какие слова у дождя никаких, Он тихо на старую землю ложится. И вот на земле уж ничто не пылится, Ничто не палит и не давит долги. Ничто не палит и не давит долги. Какие слова у дождя никаких, Он тихо на старую землю ложится. Ну вот, после такой песни проще увидеть, Положительные стороны переменчивают сырой у себя, Приятные силы погони. Как нельзя, кстати, эти строки, Какие слова у дождя никаких, Он тихо на старую землю ложится. И вот на земле уж ничто не пылится, Ничто не палит и не давит долги. А действительно, не давят долги, А если дают, то уже не так сильно. Ну, конечно, я опять про наш Покровский марафон, Недавно завершившийся в эфире Союза. Опять со словами благодарности всем, Кто принял в нем участие. Нам с вами удалось собрать 36 миллионов 700 тысяч рублей. На эти деньги полностью покрыть долги за обещания в марте, апреле, Мае, июне, июле и даже частично заплатить за август и сентябрь. Также приобрести оборудование для формата 16 на 9. Спасибо всем, кто не собирается сдавать позиции и намерен помогать Союзу регулярно. Пусть ваши лепты будут зачислены на счета жизни вечной. Дорогие союзники, у меня пока все. Сегодня увидимся еще и не раз. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok